Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. На стадионе Фишт прозвучала пожарная тревога. Сотрудники оперативных служб отработали свои действия в случае ЧАЭС. В заключении экспертов по 160 домам перепроверят на подлинность. Такое решение принято после пожара на улице Пятигорской. Два ДТП произошли накануне в Адлерском районе. В результате два человека погибли, еще двое госпитализированы. Снести незаконное ограждение, привести в порядок дворы и проверить жилые гаражи. Такие поручения сегодня дал глава Сочин на Донской. На стадионе Фишт сегодня прозвучала пожарная тревога. Это плановое учение. Сотрудники оперативных служб отрабатывали свои действия на объекте в случае ЧАЭС. Совсем скоро на арене пройдет чемпионат мира по футболу. Поэтому к ответственному событию готовятся не только болельщики. О том, как прошли учения, расскажет Инга Габешия. По легенде учений на стадионе произошло возгорание. Очерк находится на втором этаже в буфете. Огонь распространился на площадь в 20 квадратных метров. Ситуацию осложняет сильное задымление путей эвакуации. Основная часть персонала успевает эвакуироваться, но в здании остаются пострадавшие. Основной целью учения мы видим практические действия по ликвидации чрезвычайной ситуации, отработка практических действий, организация эвакуационных мероприятий, проверка действий персонала объекта в случае чрезвычайной ситуации, а также проверка организации системы управления и межведомственного взаимодействия. Необходимо не только локализовать возгорание, но и вывести всех пострадавших. Отрабатываются различные способы эвакуации. Наравне с традиционными носилками используют и выдвижную лестницу пожарной машины, и альпинистское снаряжение, и даже так называемый «куб жизни». В учениях задействованы более 100 сотрудников ведомств быстрого реагирования и 24 единицы техники. Среди них есть даже вертолет МЧС. Он прилетел для экстренной эвакуации пострадавших. Считаю, что цель достигнута. Силы и средства работали своевременно и добросовестно. Эту работу мы намерены продолжать. Городское звено РСЧС сегодня присутствовало здесь в полном составе. Без тренировок добиться результата качественно нельзя. Поэтому мы их проводим, проводили и будем проводить. Учения заканчиваются так же быстро, как и начались. Специалисты утверждают, задачи справились хорошо. К проведению чемпионата готовы. К слову, до главного футбольного события года остается всего несколько месяцев. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Два ДТП произошли накануне в Адлерском районе. В результате два человека погибли, еще двое госпитализированы. Первая авария случилась в 16.30. По предварительным данным, 24-летняя девушка за рулем автомобиля Равон наехала на металлическое ограждение. Машина ушла в неуправляемый занос и столкнулась на встречной полосе с Субару под управлением 42-летней женщины. Все участники ДТП были пристегнуты, что спасло от более тяжких повреждений. А вечером в 20.20 ДТП произошло перед первым тоннелем совмещенной дороги Адлер-Альпика-Сервис. По предварительным данным, столкнулись Киа и Газель. Рядом с местом происшествия остановилась проезжавшая мимо другая Газель с дорожными рабочими. Ехавшая следом Нива начала притормаживать, но в нее на скорости врезался Мерседес. Одна из машин загорелась. Для того, чтобы деблокировать пострадавших из транспорта, спасатели использовали гидравлический инструмент. Как стало известно, от полученных травм погибли два пассажира Нивы. Двух человек водителя и еще одного пассажира отечественного автомобиля доставили в больницу. Все пострадавшие – местные жители. Так называемые «быстрые деньги» сейчас рекламируют на каждом шагу. Предлагают быстро, без поручителей и проблем получить нужную сумму. Этим решил воспользоваться 27-летний местный житель. Только возвращать кредит он не собирался. В отдел полиции Центрального района в полдень поступил звонок от кассира микрофинансовой организации. Женщина сообщила о грабеже. Сотрудники полиции установили, что неизвестный мужчина вошел в офис и, угрожая расправой, потребовал отдать все деньги. Получив 6 тысяч рублей, злоумышленник скрылся. Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители установили его личность. По горячим следам 27-летний сочинец был задержан на соседней улице. В отделе полиции мужчина во всем сознался. Также в ходе следствия установлено, что данное лицо причастно к аналогичному преступлению в центре города Сочи. В настоящее время он взят под стражу. По данному факту уже возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. 6 апреля следственные подразделения МВД России отмечают профессиональный праздник. Службе исполняется 55 лет. Накануне торжественной даты руководство УВД по городу Сочи навестили заслуженного ветерана следствия Виталия Прокина. На счету Виталия Сергеевича сотни расследованных уголовных дел и раскрытых преступлений. В свои 82 года майор юстиции в отставке и сейчас принимает активное участие в патриотическом воспитании молодых следователей. Всегда поможет не только жизненным советам, но и найти ниточку, которая приведет следователя к правильному решению в расследовании. Многие из практикантов легендарного майора стали руководителями следственных подразделений города. В 73 году в УВД города Сочи поступило сообщение о том, что на территории Кавказского государственного заповедника обнаружены следы массового браконьерства с отстрелом Кавказского зубра. «Преступление было полностью раскрыто. Пять человек привлечены к уголовной ответственности». Виталий Прокин с теплотой и даже азартом вспоминает работу в следствии. Здесь он проработал около 30 лет, да и сегодня – желанный гость. Руководство УВД Сочи и молодые следователи накануне профессионального праздника поблагодарили Виталия Сергеевича за преданность службе и помощь в работе. В Краснодаре представлен новый начальник главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Указом президента Российской Федерации на эту должность назначен Евгений Меркушин. Его во время своего визита в Краснодар представил командующий Южным округом войск Национальной гвардии Российской Федерации Олег Козлов. Полковник Меркушин после окончания Новосибирского высшего военного командного училища проходил службу на различных командных должностях, в том числе руководил отрядом специального назначения в Приволжском округе. До назначения на эту должность возглавлял отдельную бригаду Краснодарского соединения Росгвардии. Заключение экспертов по всем многоквартирным домам в Сочи, которые введены в эксплуатацию решением, суда перепроверят на подлинность. Такое решение было принято после пожара на улице Пятигорской. Сегодня на месте побывал первый заместитель губернатора Краснодарского края. А после Андрей Алексеенко провел большое совещание в администрации курортов, в котором приняли участие все контролирующие строительство службы. Подробности в нашем следующем материале. Вот так сегодня выглядит дом на улице Пятигорская. В результате пожара, который случился в понедельник, дом лишился мансарды и пятого этажа. Здесь продолжается разбор завалов. Сегодня на место прибыл первый вице-губернатор Краснодарского края. Андрей Алексеенко застройщик заверил, дом он полностью восстановит. Мы уже дали свет и воду на нижнем этаже. Устанавливаем сейчас вентиляцию. Пополнительно рядом идут электрики, сантехники. С ней весь эта работа. Проблему самовольного строительства продолжили обсуждать уже на специальном совещании в администрации курорта. Андрей Алексеенко отметил, что дом на Пятигорской – это целый ряд серьезных нарушений. Он размещает многоквартирный дом, мягко говоря, неразумно, незаконно и невозможно. Потому что нет даже соответствующего подъезда туда не просто специализированной техники. Туда грузовая техника подходит с трудом. Мало того, объект не обеспечен и ближайшая территория не обеспечена никакими возможностями подключения гидрантов или чего-либо. Также выяснилось, что сгоревший дом на Пятигорской был узаконен на основании липового заключения. Эксперт уже во всем призналась, явившись с повинной. Сегодня же на совещании глава города Анатолий Пахомов привел еще один пример. Строящийся дом в переулке Известинский в Адлерском районе. При возведенных пока только пяти этажах незаконному строению уже выдали заключение экспертизы на семь. Это признаки преступления о предоставлении заведомо ложных данных в суд. Ведь заключение на семь этажей при построенных пяти этажах – это же подлог документов. А в большинстве случаев оно так и есть, что все эти заключения экспертизы писались на коленки экспертами, которые даже понятия не имеют, где расположены этот объект. И в лучшем случае видели его на фотографии. Вице-губернатор поручил перепроверить заключение экспертов по всем домам, которые были введены в эксплуатацию решением суда. Таких в Сочи – 161. Там же, напомню, пройдут проверки пожарной безопасности. Кроме того, наконец, начнется снос самостроев. Уже в понедельник такая участь ждет два дома в Амеретинке. Ни у службы судебных приставов нет средств, ни застройщики не хотят за свой счет сносить те дома, которые они построили. Поэтому главой города принято решение о привлечении внебюджетных средств. И начиная с понедельника, со следующего понедельника, готовы уже два объекта. Дома снесут, а потраченные на это деньги после взыщут с застройщика. До июня в списке уже стоит пять объектов на снос. Инга Габешия, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Снести незаконные ограждения, привести в порядок дворы и проверить жилые гаражи. Такие поручения сегодня дал глава Сочи после инспекции микрорайона «Донской». Густонаселенный спальный район оказался богат и на разные нарушения. С общественниками и представителями управляющих компаний глава Сочи встретился на перекрестке Гагарина-Донская. Здесь же первое замечание торговому центру «Строй-Сити». Рекламная конструкция исписана маркером. Отмыть или заменить, постановил мэр. Сразу за магазинами неприметная лестница по склону. В свое время в небольшом помещении был и стоматологический кабинет, и магазин, теперь кафе. Видимо, поэтому заросший склон украшают пустые бутылки. Хозяина найдут и заставят следить за территорией. В неприглядном состоянии и асфальтовое покрытие между пятиэтажками. А в доме, к слову, живет участник Великой Отечественной Петр Мороз. К нему Анатолий Пахомов заглянул узнать, как здоровье ветерана. Предложил помощь в ремонте квартиры. Договорились встретиться еще раз в День Победы. К этому же дню должен быть постелен свежий асфальт у дома, отметил мэр. Расходы возьмет на себя арендатор соседнего здания. А жители трех домов обратились к Пахомову с просьбой довести до конца начатый демонтаж незаконного гаража. Сняли железные ворота с этого гаража незаконного и увезли пять лет назад. Теперь у нас там памжи делали приток. Ну, а что не вывезете? Носят матрас. Что гараж не вывезете? Да. А это бетонный блок. Ну и что? Далеко от домов вообще находится. Вы понимаете? Ну и что? Убрать-то ее надо. А вот в этих гаражах на Донской стоят не машины, а живут люди. Глава города распорядился провести проверку на предмет соблюдения пожарных и санитарных норм. Те же, кому не повезло иметь свой гараж, экспроприировали придомовую территорию. И даже на свое усмотрение огородили и заасфальтировали ее. Так срезать и вот тут заставить ее найти, почему он залил ливневку, он же всех остальных. Ему надо, он, наверное, машину свою ставит. Разобраться с документацией глава города поручил и на улице Чехова. Второй корпус жилого комплекса, который начали возводить рядом с четвертой школой, слишком близко расположен к соседним домам, отметил Пахомов. И посоветовал подключить к инспекции прокуратуру. В целом же основная просьба к жителям района – навести во дворах чистоту. И управляющие компании, и собственники коммерческих объектов, и собственники муниципальных объектов, все должны понимать, что сейчас задача одна – это все обновить, это значит покрасить фасады, это подремонтировать заборы, привести в порядок площади, в том числе задача администрации района, привести в порядок эту площадь, привести в порядок скверы, парки, которые нужны. То есть как раз месячник, который сейчас идет, его надо на все 100% использовать, чтобы действительно в идеальном состоянии вступить в летний сезон и в наш спортивный футбольный праздник. Срок выполнения почти всех поручений – месяц. День победы в микрорайоне должны встретить с учетом работы над ошибками. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». На Бзугинских очистных сооружениях запустили третью линию аэротенков. Дело в том, что из трех предусмотренных проектом линий последние несколько лет работали только две. Из-за этого производительность очистных пришлось снизить. Как сейчас работают бзугинские очистные и когда будет запущена их вторая очередь, расскажем в нашем следующем сюжете. Первую очередь бзугинских очистных сооружений запустили в 2013-м. Вторую успели возвести только на две трети. Итог – самый современный на тот момент в России комплекс заработал только наполовину. Система автоматического управления не была смонтирована. И сооружения, и лаборатория работают в ручном режиме. Но, тем не менее, на качестве очистки это никак не отражается. В море попадает только чистая вода. Последние три месяца МУП «Водоканал» занимался восстановлением систем аэрации. Дело в том, что из трех линий работали только две. Из-за чего производительность очистных снизилась с проектных 70 до 45 тысяч квадратных кубометров стоков в сутки. С ноября мы начали этим заниматься. А порожнили их. Он был неработающий, но заполнен почти наполовину. Объем очень большой. У него глубина 12 метров. И начали восстанавливать вот эту пластиковую систему подачи воздуха. Как мы и говорили, в начале марта мы закончили подготовку оборудования самого аэра-тэнка и начали производить запуск в работу. Ну вот на сегодняшний день можно сказать, что третий аэра-тэнк в работе. И можно сказать, что первая очередь очистных Бзугу сегодня способна очистить 70 тысяч метров кубических в сутки. Такой мощности очистных хватит для бесперебойной работы даже во время высокого сезона. Чемпионат мира по футболу, курортный сезон – это, конечно, первоочередная задача города Сочи. Я считаю, что сегодня «Водоканал» обладает довольно квалифицированным кадром своих сотрудников. Я уверен, что они справятся с поставленной задачей. А вот так выглядит цех сушки. Сегодня он годится разве что для проведения пресс-конференций. Пока он не работает, и потому весь осадок приходится вывозить в Белореченск без должной обработки. За что приходится платить в 10 раз дороже. Запуск этого важного звена – тоже одна из главных задач. Что касается второй очереди очистных, сейчас проводится экспертиза. Решается вопрос – достраивать или начинать все заново. Предварительная цена вопроса – примерно 1 миллиард рублей. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Самое большое пряничное бескаркасное архитектурное здание – такой кулинарный шедевр – сегодня был представлен на ежегодной специализированной выставке «Индустрия гостеприимства и развлечений» в гранд-отеле «Жемчужина», где был установлен рекорд России. Весит этот пряничный шедевр более 100 килограммов и считается теперь рекордсменом России самым большим. Пряник в виде сочинского железнодорожного вокзала больше всего привлекал внимание участников выставки. Его авторы – сочинцы Сергей Мусенко и Амалия Мартиросян. А сложность самая в этом состояла в том, что именно сделать бескаркасное. Она начиная от фундамента, то есть все детали абсолютно съедобные. То есть такое делается, конечно, но очень редко. То есть для этого нужно очень большое умение и терпение, чтобы достичь такого результата. Стались свидетелями установления рекорда России другие участники выставки. Их в этот раз более 70 из 21 региона страны. В торжественном открытии принял участие первый заместитель руководителя Департамента промышленной политики Краснодарского края Владимир Мостовой. Эта выставка – это серьезная площадка для различных круглосставов, презентаций. И мы рассчитываем на то, что в рамках деловой программы выставки мы представим различные наши проекты в сфере промышленности, ту продукцию, которая будет, и организуем, в первую очередь, коммуникации наших промышленных предприятий и предприятий сандорно-курортного комплекса. Традиционно выставку посещает около 6 тысяч человек. Среди них – сочинцы и гости курорта, которые сегодня не только могли купить заинтересовавшие их товар, а здесь много представлено продуктов питания, но и посетили мастер-класс по приготовлению пиццы. А завтра пройдет открытый чемпионат Юга России по пицце и народный дегустационный конкурс «Чемпион вкуса». Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». На выставке «Экспофуд» традиционно представлена рыбная продукция с Камчатки. Сочинцам давно полюбились дальневосточные деликатесы. Компания «Рыбак Камчатки» только три дня в Сочи. Целая кладовая полезных элементов представлена на выставке «Экспофуд» с 5 по 7 апреля в гранд-отеле «Жемчужина». Здесь 30 разновидностей копченой рыбы и морепродуктов. Настоящая красная икра, содержащая комплекс витаминов и аминокислот, так необходимых организму. Среди деликатесов белорыбеца, кижуч, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также царица лососевых, редкая деликатесная чавыча. Кижуч мы брали. Семейство лососевых. Да, лососевых в основном. И икру тоже их смотрю. Чавычу любят. Чавычу очень. Очень любим чавычу. На выставку каждый раз прихожу, покупаю. Все очень вкусное, свежее. Качество и свежесть продуктов достигается благодаря особой технологии приготовления и перевозки. Коптят дальневосточные мастера на натуральных ольховых, вишневых и яблоневых опилках. Доставляют деликатесы в Сочи без использования заморозки. Это позволяет удержать полезные кислоты омега-3 и витамины Е, Д, А. Купить деликатесы можно в павильоне рыбак Камчатки на открывшейся сегодня выставке «Экспо-фуд» в гранд-отеле «Жемчужина» до 7 апреля. На выставке «Индустрия гостеприимства и развлечений» представлена компания «Карпиджиани Солюшенс». В России она занимается продвижением профессионального итальянского оборудования для мороженого и коктейлей. Теперь и сочинцы смогут покупать свежее мороженое, сделанное на специальном профессиональном оборудовании. Итальянские аппараты рассчитаны также для производства щербетов, йогуртов, десертов и коктейлей. Такую компактную установку можно разместить в ресторанах, кафе и даже киосках. Представители брендовой компании «Карпиджиани» ждут предложения о сотрудничестве. «Показываем свои новинки, показываем оборудование, которое у нас есть, учим людей готовить мороженое, приглашаем их на курсы, где мы учим готовить мороженое. Клиентами нашими могут быть как рестораны, как частные клиенты, так и отели, санатории, потому что профиль у нас достаточно большой. От ресторанов быстрого питания, как «Макдоналдсбургер Кинг», заканчивая небольшими кафе». Представительство итальянского завода по производству профессионального оборудования для мороженого и коктейлей находится в Москве, поэтому во время проведения выставки в Сочи очень удобно всю информацию получить здесь, на месте, а также попробовать классическое или мягкое мороженое, которое, конечно же, отличается самым высоким качеством и нежным вкусом. «Карпиджиани» – это мороженое, сделанное из воды на крупах, без молока, без сливок, оно абсолютно вкусное. Очень нежная получается структура за счет того, что мы используем нашу бассету. Компания «Карпиджиани» – номер один по производству итальянского мороженого. И чем больше сочинских фирм заинтересуются производственными новинками итальянского завода, тем больше на курорте будет этого десерта высшего качества. Познакомиться с передовыми технологиями можно на выставке «Индустрии гостеприимства и развлечений». Грант отеля «Жемчужина» Елена Овсецовна, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напомню, что все новости уже на нашем сайте – fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok